Евангелие от Луки, глава шестнадцатая Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в свои дома, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, сто мер масла, и сказал ему, возьми твою расписку и садись, скорее напиши пятьдесят. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, сто мер пшеницы, и сказал ему, возьми твою расписку и напиши восемьдесят. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родеть. Не можете служить Богу и мамонне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Законы пророки до Иоанна С этого времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной, с мужем прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лона Аврамова. Умер и богач, и похоронили его. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и возопив, сказал «Отче Аврааме, умилосердись надо мной!» И пошли Лазаря, чтобы я мочил конец пальца своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом. Но Авраам сказал «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злой. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того, между нами и вами утверждена великая пропасть, Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, Ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покавится». Тогда Авраам сказал ему «Если Моисея и пророков не слушают, То если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».